Продолжение следует... Я благодарю институту радиофизики Горькин, которым я давно знаком и много раз взаимодействовал с наукой по общим задачам. Первый раз я попал в Горький, это было в 1941 году осенью, во время Великого Исхода из Москвы. И мы сюда прибыли с моими родителями после того, как два суток привели в туннель Курского вокзала. И потом приехали в Горький, откуда последовали в Казань, где в эвакуации я пробовал два года. И это мне очень запомнилось. Первый гуист из Москвы, до этого я родился в Англии. Потом вот отступила война. Ну и после этого, уже после войны, в новые времена я много раз избывал. И сейчас я рад продолжить эти мои контакты уже на другом уровне с этим замечательным городом, как одним из крупнейших научных и технических центров нашей страны. Здесь было сказано о популяризации знаний. Откровенно говоря, я не очень большое внимание сам уделял популяризации знаний. И дело не в том, что рассказывают, это многие делают, рассказывают более-менее, так называемым, общедоступным языком очень сложные понятия. В каком-то смысле это обман. Сложные понятия можно понять только будучи образованным человеком. Вы входите в сущность проблемы, а не нахватываете каких-то слов, впечатлений, и, можно сказать, изображать владение этим предметом. На нем далеко не уедешь. И это не суррогат образования. Наоборот, это мешает систематическому образованию. Но что сейчас приобретает все большее значение, и о чем хорошо сказал Литвах, это вот интерфейс, как теперь говорят по-русски, между наукой и обществом. Что наука занимает все большее место в нашем обществе. Вначале это была техника. Вся техника рождена современной наукой. Вы это хорошо знаете, потому что вы учитесь в политехническом институте, в техническом университете. И вот эта связь между наукой и промышленностью, нам придется об этом сегодня говорить, она уже прочно вошла в наше сознание. Но надо это понимание места науки в обществе развивать и шире. И это было основное значение, почему я тогда занялся этим делом на центральном телевидении. Мы не столько популяризировали знания, это была второстепенная задача. Наоборот, я от нее уходил. Мы старались с устами крупных представителей нашей науки и техники рассказывать о том, что такое наука, как она влияет на нашу жизнь, что от нее можно ожидать, какое место она занимает в современной культуре. Это очень важная задача, которая сейчас представляется мне ведущей среди общественных проблем, стоящих перед человечеством. Более того, сейчас со всей очевидностью виден кризис так называемых общественных наук. Они в каком-то смысле не виноваты, но во всяком случае является доказательством некого тупика. Мы все можем, понимаете, чтобы сделать современную машину на современном заводе, требуется 10 рабочих часов. Производительность труда в сельском хозяйстве такая, что в Америке 1% людей, населения, работоспособного населения, кормит всю страну, еще половину экспортируют. Одна страна, как Аргентина, могла бы прокормить не только Индию, по площади Аргентины, такой же площади, как Индию, 30% меньше. Население ее в 40 раз меньше, чем население Индии. Она прокормить могла бы не только всю Индию, могла бы прокормить вообще весь мир. Вот как неравномерно распределены сельскохозяйственные ресурсы, что мы сейчас можем делать. И понимание этих вещей, с моей точки зрения, принадлежит ведущим глобальным проблемам современности. Глобальные проблемы... Мы впервые приобрели такое общее признание, когда римский клуб собрался и опубликовал книгу «Пределы роста». Это странная книга, я скажу немножко о ней, потому что, во-первых, что римский клуб, я вхожу в члены римского клуба, это порядка 100 экспертов, которые приглашаются в личном качестве для обсуждения проблем, стоящих вот именно перед обществом, перед современным миром, для того, чтобы понять вообще, как говорят, куда мы едем. Его организовал печей, активность людей, которые создавал, пусть существует автомобильный гигант «Фиака», активность крупнейших концернов производства автомобилей в мире. И ему захотелось понять, что вообще происходит в мире, куда мы едем, как мы едем, что происходит. А от обществоведа он не мог этого узнать. Он решил собрать людей, которые связаны с техникой, связаны с наукой, для того, чтобы они сказали, что они думают о будущем развитии человечества. Так родилось понимание глобальных проблем, потому что это касается всех стран, без различий их происхождения, они только разное место занимают в общей картине. С другой стороны, необходимо было найти новый механизм для описания общественных явлений. Тогда, как и сейчас, священным инструментом современности считаются компьютеры. Тогда компьютеры были в сто раз меньше, чем тот, который у меня сейчас стоит для показа картинок здесь на столе. Смоделироваться развитие человечества на компьютере. Такая программа была создана, что это некая линейная машина, которая обрабатывает базы данных и дает предсказания по той или иной траектории. Во-первых, оказалось, что та картина, которая дает здесь, она очень произвольна. Что вы заложили в вашу модель, то вы и получили на выходе. Новой информации, нового прозрения не возникла. Наоборот, оно уж увело нас, по-моему, от более общего взгляда на развитие человечества. Вот это один из центральных пунктов. Нельзя сумму знаний выдавать за познание общего. Понимаете? Если вы знаете все уровни, положим, атомы или ядра, вы не понимаете, что такое ядерные силы, вы не понимаете, что такое атомный спектр. Какие силы управляют положенными движениями и переходами в ад. Вам нужно какой-то более общий, более широкий взгляд на вещи. То же самое вы можете по косточкам разобрать лягушку или любую другую тварь, включая человека, но эти косточки, эти отдельные органы не дают вам понятия целого. И вот это понятие целого, интегральный взгляд на развитие мира, он разрушается вот такими попытками, которые были сделаны при попытках построить линейную, грубо говоря, модель, Шасума описывает поведение целого. Они позволяют понять отдельные части целого, но никак не существо целого, как объекты исследований. Вот это очень важный поворот, такой интегральный взгляд. Кстати, в русскоинтеллектуальной традиции он более развит, чем на Западе. Недаром у нас один из основных проповедников по этой точке зрения, это был один из лучших умов 20 века Гернадский, который понимал необходимость такого целостного взгляда на окружающую нас природу, живую и неживую, социальное явление, или же любой другой области, начиная с происхождением элементов и минералов, кончая поведением человека и человеческого общества. И вот в русской интеллектуальной традиции такой целостный взгляд на мир, он более развит, чем на Западе, который по целому ряду исторических причин с клоем такому аналитическому, а не синтетическому подходу. Как всегда, истина должна опираться на оба этих методов, но каждый должен найти свое место здесь. Вот этими соображениями мне пришлось столкнуться тогда, когда я оказался увлеченным в дискуссию о ядерной войне. Вот вы находитесь недалеко от города Сарова, даже оттуда происходит минеральная вода, которая меня сегодня угощает, это был центр создания ядерного оружия. Апофеозом их деятельности было в том, что 30 тысяч боеголовок было у нас, и 30 тысяч боеголовок было у американцев. Достаточно 10 таких головок, чтобы вообще сделать жизнь малообитаемой на нашей планете. Зачем было делать их 30 тысяч? Что мы от этого выиграли? Мы надорвали свою экономику, американцы подумали, что они могут так управлять миром. И то и другое оказалось политическим, очень печальным результатом этих вещей. Люди верили, что от ядерного ракета и бунт можно создать ПРО, систему противоракетной обороны. До сих пор. Сейчас второе предшествие этой проблемы. Я участвовал в дискуссии по этому поводу. И ученые всего мира, и американские, и советские, пришли к единогласному заключению, еще нет таких возможностей. Может быть, теоретически мы это можем сделать, но управлять такой системой обороны, которая охватывала бы весь мир, или даже отдельный крупный его сектор, практически невозможно. Вот компьютер, который передо мной стоит, он управляется системой Windows. Это приблизительно миллион операций. Для того, чтобы управлять системой противовоздушной обороны, вам надо миллиард операций. Причем они должны безошибочно работать. Последний Windows, как известно, зависает раз в день, по крайней мере, у меня так получается. У меня разработчики этой программы, Белый Гейтс, объясняли, что они потратили бездну денег, и средств, и сил, на то, чтобы сделать идеальную программу, которую они продают, это важный коммерческий продукт. Сказалось, что это практически невозможная задача. Они упирались в стенку сложности. И такой вот детальный аналитический подход к созданию программы, он сейчас, по виду, себя исчерпал на уровне порядка миллиона операций. Возможно, конечно, всякие, надо квалифицированно ставить такого рода оценки, но они есть. Такой уровень сложности и надежности, как нужно требовать от системы противоракетной обороны, это можно построить ракеты, которые будут летать и исполнять свой маневр, практически невозможно. И существующие организации обороны, организации военного дела и способности и возможности нашей современной техники. Вот в таком роде дискуссии мне приходилось участвовать, это было очень интересно. И в конце концов, это было уже в 90-е, 90-е годы, когда у нас врутнулась. Наша старая система, а новая началась зарождаться. Я занялся проблемой роста населения, потому что все-таки мы понимаем мир через число, не через рассуждения, не через слова. Слова, уже пройденные так, для точных новых. Там миром правят числа. Единственное число, которое надежно известно, число людей из мира. То оно известно с точностью, ну, старину, там, тысячи лет тому назад, это, ну, с фактами, с ошибкой, может быть, три, четыре, пять раз. Но речь идет о том, что человечество невероятно более обширно по своей численности, чем любые другие звери. Вот на этой картинке показано распределение численности, в зависимости от массы, от мыша до слона. Мы находимся вот ближе к слону, чем к мыши. И, но нас, вот в этой точке, я не знаю, видно, указать ли или нет, мышка, которая здесь бегает, возникла. Нас сто тысяч раз больше, чем нас должно было бы быть. В России сейчас сто тысяч недвижений, сто тысяч волков. По порядку величины. Если их было бы десять миллионов, а десять тысяч, они бы выбрали. Если сто тысяч, больше миллионов, они бы распарились на отдельные виды. Правда, это заняло бы больше времени, чем современные истории. Она сто тысяч раз больше. Когда физик видит такие цифры, он начинает думать, а что лежит в основе этого дела? Демография, которая собирает эти цифры, дает их нам, она была всегда районного масштаба мышления. Была демография Англии и Франции. В них разные явления. Мы бесконечно спорили о том, что важнее, английский, коррфотт, или французский. То же самое и в других местах. Мы пробовали фиксировать данные демографии. Казал, что это безнадежно, потому что те данные, которые публиковались, если их внимательно анализировать, что делают французы, можно получить истинное значение демографической картины нашей страны, даже с искаженными данными. Но эта демография была привязана к отдельной стране, к отдельному региону, в общем случае. А мы говорим о глобальном. И вот, и она отрицалась в демографии. Вы возьмите любую книгу по демографии, говорите, что в лучшем случае сумма всех людей на земле и мало что она дает человеку понимание масштаба этого дела. Ну вот я могу сказать, что на сто тысяч раз больше, это уже много. С другой стороны, что нас отличает от всех других животных? Об этом Аристотель две с половиной тысячи лет тому назад сказал, что все люди от природы стремятся к знанию. Это первая фраза его знаменитой книги «Главные физики», древний пример «Метафизики», в которой начинается вот это удивительное сочинение. Это отличает нас. Мы размножаемся, питаемся, ведем себя иногда так же, как и звери, стремимся организовать пары, семьи, любое. Люди живут в динамическом равновесии в природе и сосуществуют тем или иным способом. Но люди, я повторяю, отделились от природы на сто тысяч раз больше, чем всех сравнимых с нами тварями. Поэтому должны быть какие-то другие законы, которые управляют развитием человека. В то же время люди все однородно не могут спрещиваться между собой. Расовые и региональные различия ничтожны по сравнению с общими свойствами человека, которое лежит в основе стремления к знанию. Это и есть главное, что существует. И вот опираясь на такие соображения, я начал заниматься новым подходом к существу к демографии всего мира. Постарался понять, что там происходит. на этой картинке сказано исходное положение, которое здесь существует. Человечество развивалось как хомо сапиес практически последние полтора миллиона лет. Это ничтожный срок с точки зрения биологии. Вот новые виды, новое семейство видов берут миллионы лет в лучшем случае, в худшем случае, десятки миллионов лет для того, чтобы сформироваться в системе природы, штударвиновским процессом наследования признаков тем законам, которые установлены в современных гибетах. Оказалось, что в основе человеческого развития лежит информационное взаимодействие, которое оказалось существенным делом пропорционально квадрату численности населения мира. Здесь я сразу вам покажу кривые которые как показывают развитие человечества за последние четыре тысячи лет. Вот она начинается с древнего мира, положено две тысячи, две с половиной тысячи лет тому назад, тысячи лет, жильство Христовы, начало новой эры, тысячи лет, это вот уже новое время, и мы видим, что оно задирается кверху. На такой полулогарифмической шкале, где мы имеем логарифм населения мира и линейную шкалу времени, если бы рост шел по экспоненте, это была бы прямая тем или иным наклоном в зависимости от скорости роста экспонентальной. Здесь же такой кривой нет, кривая, которая задирается около двухтысячного года, и вот находится где-то вот здесь. Анализ развития кривых очень простой, есть линии и законы развития, вам совершенно понятно, рост идет в постоянной скорости на графике линейной, на графике для времени, он отображается прямой. Есть экспоненциальный рост, и у вас скорость роста пропорциональна населению и некое постоянное время, и он растет по экспоненте. Первый, кто обратил внимание на то, что человечество так серьезно развивается по экспоненте, был Мальтус. Он был студентом богословского отделения Кембриджского университета, но серьезно интересовался математикой. Я был в его кабинете в Кембридже, там лежат многие сочинения Эйлера, который после что передал математике тот вид, который сейчас с нами, которым открывает удивительную возможность объяснения тех или иных явлений, как в физике, так и в технике. И наконец есть закон, на который не обращали должного внимания, но который оказался ключевым для объяснения того, как растет человечество. Человечество растет пропорционально квадрату населения мира, по гиперборической и кривой. Арифметика здесь даже проще, чем экспонент. Экспонент вообще такая хитрая трансцендентная функция. А здесь алгебрическими функциями мы приводим к гиперборическому росту человечества. Медленная вначале она самоускоряется и за конечное время обращается в бесконечность. вот это время обращения такой простой кривой роста человечества это приблизительно до тысячи годов. То есть наше время. То есть в наше время население должно обратиться в бесконечность. Поэтому можно изобразить это при помощи вот такой формулы. и первую. Такую формулу писали разные люди много раз. Как только вы получаете эти данные вы на нее моментально натыкаетесь. Вы смотрите. Линейно не годится. Это не годится. а это работает как часы. Позволяет описать с той точностью как нам известны данные историю человечества за несколько тысяч лет. Почти за полтора миллиона лет. Полтора миллиона лет население Земли было сто тысяч. С тех пор оно увеличилось еще сто тысяч раз. Мы получили десять десятых. Это характерное население земного шара сегодня. Недавно с большой помпы отмечали появление седьмого миллиона. Чистые обманы могут родиться годом раньше и годом позже. сама эта цифра известна. Лучше степени источнист может быть пять может быть десять процентов. Не будем торговаться. Но то что население земного шара в наше время уходит на бесконечность это верно. Когда я был маленький мальчик меня в школе учили что в мире два миллиарда человек сейчас нас больше семьи. Вот и все. Вот эти факты которые лежат на поверхности их нужно было понять и интерпретировать. самое существенное здесь оказалось следующее что крупные историки исторические науки они до середины прошлого века сводились обычно к истории отдельной страны в большем случае империи как Римская империя Российская империя Британская или отдельной страны была история России история Англии история Италии история других стран были войны эволюции перевороты чуманно накатывалось на Европу в средние века чума унесла одну треть населения в свою путешествующую центральную Европу там постоянно наталкивались на памятники посвященные чуме население Норвегии умерло больше чем наполовину во время чумы но затем вернулось на прежний уровень как ни в чем не бывало и вот это грубо говоря то как люди занимались историей объясняя это либо теми экономическими явлениями как делала марксистская история либо это были рассказы в духе современных историков развязывались с интригами происками либо церкви либо тех или иных политических партий были другие модели объяснения истории человечества но они были локальны а здесь речь идет о том чтобы объяснить поведение земли в целом это было главное и были была группа историков в середине 20 века которая наверное более всего была развита во Франции и в Советском Союзе я могу напомнить такие имена как Грудель кто-нибудь у вас читал Груделя сейчас эти книги опубликованы русские даже интересно крупнейший современный историк недавнего прошлого я ни одной руки не вижу кто-то читал кроме него был еще Ясперт немецкий философ и историк были наши историки Конрад был ленинградский историк очень проницательный дьяконов читал дьяконов тоже ничего не читали а вот это разрыв между естественным и неестественным но мы их не будем сегодня касаться вот это то что происходило с исторической наукой а если вы подходите к демографии то демография шла по такому пути была демография отдельных разных стран даже демография крупных городов вроде Москвы Лондона Санкт-Петербурга и так далее была миграция населения в рамках всех или иных государственных или географических границ перемещались люди и народу а если вы рассматриваете глобальный весь мир как единую систему то у вас нет миграции вы никуда с земли порока не можете убежать с большим трудом вы можете выйти на околземную орбиту хотя энергетически современное энерговыделение человечества таково что вы могли бы весь всех людей все 7 миллиардов отправить в космос правда без обратного билета это масштаб энерговыделения человека расход цифры более-менее совпадают сколько нужно энергии чтобы отправить человека в космос оторвать его от тяготения земли об этом сейчас спекулируют но вряд ли кто что-нибудь сделает в этом отношении увозримом будущем а скорее научиться передавать наши коды генетические по радио чем физически отправлять человека на другую планету или в другие меры я помню давни такая была песня по радио влюбилась я по радио женилась и по радио у нас дочка родилась была мечта радио век сейчас то же самое существует и вот это второе существенное дело как развивается мир в целом и вот здесь надо обратить внимание на то это сделано опять было французскими демографами был открыт так называемый демографический переход что население население отдельной страны в частности а теперь оказывающие всего мира укладывается вот в такую вот кривую которая здесь показана данные объединенных наций до пика от них приводка 2000 года где-то вот здесь вы видите мы проходим уже прошли через максимум роста человек тогда порядка 80-90 миллионов человек рождается в год это значит 10 тысяч людей в час по-моему получается скорость среднего роста вот это масштабы тех явлений с которыми мы имеем дело и самое любопытное что эта кривая она имеет такой вот вид полокольчик такой резонансный кривой которая хорошо знакома механикам радиофизикам и что все занимаются такого ровно движениями электрических или же механических системах она проходит через максимум который меньше 100 лет шириной это вот провал это вот так нами развитые страны это мир в целом а это развивающиеся страны вы видите картина такая что это произошло на 60-70 лет раньше чем для мира в целом это вот 5 миллиардов развивающихся страны это миллиард развитых стран вы видите этот провал это результат первой и второй мировой войны самое любопытное что после провала после 50 лет мы возвращаемся на исходную кривую как будто этого провала и не было вот это общее положение того как в каком режиме сейчас развивается человечество вы видите что в ближайшие 100 лет скорость роста резко падает до нуля даже делается отрицательной по расчету демок расчет уже демок это вот то что называется эхо волны второе эхо волны через два поколения оно приводит к явлению такого но это детали которые нас сейчас волновать не должны нас интересуется вот эта общая картина и самое любопытное что вот этот переход все страны заключены все страны от самых развитых от самых неразвитых стран они все дружно одновременно проходят через вот это превращение которое очень острое его полуширина 45 лет это время жизни человека эффективное время жизни человека средний возраст человека мы обсуждали вопросы о директоре институте патриоте физики с Литваком это среднем возрасте их сотрудников вот они есть слепот человечество в этом плане если прийти в старый он уже будет должен перешагнуть этот средний возраст так происходит во многих других местах это одна из симптомов того кризиса науке с которым мы имеем дело дальше получив вот такое представление о мире можно стараться описать его вместе в основном положении теории я не буду подробно в нее входить они следующие все человечество рассматривается как единая система травма надо учить перемещение населения можно чтобы на земле жить убежать от нее как видите практически невозможно просто обязан коллективному взаимодействию пропорционально квадрату численности населения вот такие взаимодействия не очень распространены в плазменной физике твердого тела магнетизма в ядерной физике когда коллективное действие выражается через квадрат численности взаимодействующих структур это просто правное взаимодействие между n положим частицами это приводит к росту к гиперболе вначале он ограничен нулем а при обострении полюсом где максимум лежит на в 95-ом году максимум вот этой кривой которую я только показал вот здесь вот эта кривая она имеет максимум чуть раньше 90-дву тысяч на уголе вот это здесь это опять-таки вот эта гипербол она должна быть ограничена она вот в такой простейшей модели уходит на бесконечность ее надо ограничить такие ограничения известны физике и мы обращаемся под копыт физики для того чтобы это сделать у вас грубо говоря возникает здесь полюс вообще надо все теории делаются проще если писать их в комплексной форме но это осложняет и без того трудно для гуманитария автомобиля здесь очень существенно следующее во-первых такое развитие автомоделина но не равновесно в отличие от экономики вся экономика математическая она рассчитана по примеру термодинамика экономическая система особенно в присутствии рынка обладает обменом обратимым обменом и она как-то медленно дрейфует в какую-то сторону находясь в таком квазеравновесном состоянии на самом деле человечество неравновесно распределение в нем ничего общего не имеет распределение в равновесной системе как в идеальном газе и вот эта полерасова так называемая модель экономики она не отвечает физической действительности для глобального населения локально ее можно стоим трудности сделать если занимает современная математическая экономика но она не захватывает явление в целом главное что система неравновесна и это нарастает по мере приближения к критическому времени то есть к нашему времени и еще очень важное дело что внутреннее историческое время развития это неравномерное время это не ньютоновское календарное время это логарифм этого времени это очень важно что мы живем в другом измерении также это дело техники очень простой техники пишите скорость роста и прибавляете сюда вот такое формуле для резонанса этого получается для превращения в формулу для катан который описывает рост населения двое перехода и в этой теории нужны только две перемены время пихо время эффективной ширины этой кривой и вот некая постоянная которая возникает вот из этой размерной величины это 60 тысяч это большой параметр который управляет всеми пропорциями мировой системы в москве положено 100 тысяч это население крупных кругов из которых состоит 10 миллионов из Москвы университетский город имеет население порядка 100 тысяч это самодостаточный город наукограды всевозможные закрытые города которые создавались во время холодной войны для тех или иных научно-технических и так далее у них размерность порядка 100 тысяч можете посчитать на основании вот этих форм населения предел к которому стремится население земли это пи на к квадрат начальное население это к порядка 100 тысяч оно возрастает это 100 до 10 десятых вы можете оценить возраст такой системы 4-5 миллионов лет тому назад совпадает с данными антропологиями можете посчитать полное число людей которые когда-либо жили на земле это 10 это порядка 100 миллиардов людей и можете посчитать мгновенно экспоненциальный вы можете посчитать цивилизационные циклы действуют логарифм которые в этой форме появляются число циклов в которых развивается земля вот как ведет себя истинное поведение населения вблизи вот эти особенности до середины до 70 года рост населения шло по гиперболу а гипербол уходило на бесконечность когда подключается вот этот член с конечным временем жизни оно переходит на плато 10-12 миллиардов лет переходит на плато одно расчеты демографии другие расчеты той модели которые я сделал это влияние первой и второй мировой войны это одно крупное событие на население уменьшилось приблизительно на 8% общие потери во время первой и второй мировой войны вот эта интеграла от этой кривой это порядка 250 миллионов людей это кстати цифру визуне два раза больше чем та которую вы прочтете в современных учебниках истории считают что суммарные потери 100 миллиардов а получается больше 300 миллиардов я не знаю как они считают свои методы и старый исторический анекдот про Кутузов про Суворова который взял Измаил это была великая победа русского оружия над турками и писалось занесение царю где Тюдан написал что убили 25 тысяч турецких солдат Суворов говорит ему пиши 50 тысяч чего их нехвести жалеть так создавались отчеты численности тех или иных существенных событий так что давайте всегда будем очень скептичны к этому делу дело в том что вот тут видим вот этот зазор между тем что есть на самом деле это 7 миллиардов а у нас было бы сейчас 10 миллиардов если бы мы развивались по гиперболической кривой недостаточно 3 миллиарда немалая цифра вот это основные результаты той модели о которых я делал вот здесь сопоставление моделей по-английски наверное плохо читается у вами но вы прекрасно описываете основные этапы которые отмечены историей человечества неолит на логарифмической кривой оказывает как раз посередине развития тоже медлифазовый переход в конце концов вы приходите к переходу в это время и у вас историческое время миллиона лет сокращается до 40 лет вот это трансформация времени которое необходимо учитывать если вас интересует физика развития истории неравномерное время а масштаб времени который меняется десятки тысяч раз запихать запихать историю и современности недавно современного истории прошлого века без учета вот это неравномерность времени это неадекватная совершенно вещь как Коперникова или Птоломеева система не отвечает физике того что на самом деле происходит вот это очень важная кривая которая показывает распределение по возрасту населения в развитых странах и в развивающих странах через приблизительно 50-70 лет вот эта кривая превратится в такую кривую это будет другое распределение людей вот это может быть самая существенная кривая которая показывает на старение населения в ближайшем будущем это кривые расчеты объединенных наций вот это лица вот это молодежь лица до 15 лет ее число уменьшается это люди среднего возраста до 65 лет а это лица про которые в старину говорили еще не далеко зашли в своих годах старше это до 80 лет их к концу вот этого века будет 10% населения и вот эта молодежь должна будет кормить вот этих стычков это вызов кстати всей пенсионной системе всех взаимоотношений поколений которая коренным образом меняется вот от этой картины где молодежи много а стариков очень мало и вот эта тележка здесь опрокидывается эта кривая показывает уже распределение по взрастам в развитых странах а это в развивающихся странах вот эта острота вот этой пики что мы имеем не большее число молодых людей это источник тех событий которые сейчас произошли в северной Африке наверное произойдут наши центральные Азии это число людей которые выросли они обучены кстати часто даже неизвестно чему и они становятся либо проекториатом рабочего класса либо солдатами армии воинной революции это чисто демографические факторы которые здесь существенны они кстати лежат в основе всего этого дела очень интересное писание на эту тему Кейнса это был очень крупный английский историк а не историк он был сначала он был экономистом потом он вообще занимался общими законами развития системы экономики современных стран очень любопытный мой отец его довольно хорошо знал подошел в Кембридже он был женат на русской балерине и это было вообще шокирующее явление человек который потом стал лордом женился на русской балерине он был жизнен это никого не смущало но жениться на Лопуховой красавице которого недавно ее портрет был выставлен в Пушкинском музее в Москве с другой стороны жена наставника Кейнс Кейнса Маршал английский демограф конца 19-го начало 20-го века его жена сказала что самый умный поступок Кейнса в его жизни это была жилизба на Лопуховой женщина была редкого ума острая уме обаяния моя мать ее хорошо знала она дожила до 103 лет балерина очень живучая вот чтобы вы поняли опять таки в каком мире мы живем это кривые которые кстати получил мой брат к сожалению он покинул этот мир летом этого года это данные полученные на скважине Восток восточной Антарктиде он первый достиг этого места пробурел на высоте 3,5 тысяч метров он пробурел скважину до конца этого времени открыл подземное озеро Восток площадь которого только два раза меньше площади Байкала это одно из крупнейших географических открытий прошлого века то изменило вообще наше представление о характере этого дела показывать ритмы этих самых оледенений за сто тысяч лет вот происходят вот эти циклы оледенений видно эти указатели я не вижу что там вот вы видите что мы сейчас находимся в пике потепления а этому предшествовал холодный период вот в логарифическом вот это есть середина развития человечества это неолитическая революция в логарифмическом масштабе которым надо рассматривать этого дела в физическом масштабе времени в котором мы анализируем изменения погоды оно оказывается совершенно зажато здесь вот эта вся история человечества за 10 тысяч лет после неолита грубо говоря ничтожная кривая на той которой мы были и люди пережили эти все зигзаги погоды состава воздуха и прочих явлений эти параметры колебали с известных пределок и тем не менее оставались так как они здесь показаны а это вот показывает разницу между историческим временем которым надо анализировать крупные исторические процессы жизни человечества как целого и масштаб исторического времени трансформировать разницу между логарифмом и самой функцией демографы кстати с трудом воспринимают такие вещи вообще не столько даже демографы они образованы математически статистику хорошо знают но это очень важное свойство неравномерности истории человечества которая построит паноманное дело смотрите я сейчас перейду к выводам которые мы делаем на основании вот этих рассуждений то что я сказал это схема той теории которая это написано у меня в целом ряды статей последние публикации наиболее существенно суммирующие это дело почему эта модель вообще работает это уже любопытный пример и он оказывается связан с поведением особенностей вот этого ухода внезапного ухода тревоги на бесконечность системы с таким поведением они ведут себя особым способом так называемые режимы с обострением взрывные процессы процессы прохождения ударных волн целый ряд других таких нелинейных явлений кстати большой вклад сделан коллектив горьковских ученых ученых нижнего нового вот это показывает как за последние сто лет изменился распределение рабочего класса в Америке вот это сельское хозяйство которое половина населения была занята сельским хозяйством сто лет тому назад а сейчас это порядка одного-двух процентов и они кормят не только все Соединенные Штаты но и я повторяю экспортируют половину своей продукции это производство которое число людей занятых производством упало в два раза а это сфера услуг мягкий сектор экономики это здравоохранение образование люди часто учатся до 30 лет к тому времени когда они учатся на 30 лет все их знания уже устаревают вы сами знаете к чему это приводит к этому несоответствию образованию потому что существенно это у нас очень серьезная проблема вот это сфера услуг демографический переход с моей точки зрения это важнейшее событие в истории человечества такого не было раньше я вам показал как менялся климат землизов на протяжении полмиллиона лет никаких таких превращений фазовых переходов даже неолитическая революция несравнима с тем что происходит вот этот ничтожный период за 90 лет где мы волею судеб оказали жить воинственных проплав проплав течек который сказал что блажен кто мир сей посетил его минуты роковые мы и посетили этот мир роковые минуты когда траектория развития человечества изменилась от роста безудержного роста заживного роста которым всех пугали к насыщению очень глубокий перелом кризис семьи кризис вообще общественного устройства я думаю что финансово экономический кризис которым сейчас мучаются все он происходит именно от этой причины не от причины несовершенства банковской системы и разных других причин которые мы читаем это какая-то более глубокая причина меня могут обвинять и обвиняли разные люди в таком механистическом взгляде на историю человечества что нельзя все сводить к такому простейшему уравнению что я не учитель такие-то такие-то факторы но это именно есть феноменология когда вы описываете поведение системы не входя в детали но оставляя самое существенное это то что я пытался сделать доступных мне средств уравнение как вы видите очень простые нелинейные уравнения нелокальные уравнения нелокальная теория необратимая теория и неравновесное состояние мира поэтому это надо понять мир в котором мы живем и в каких явлениях он проявляется и вот это мне кажется есть ключ к нашему будущему мы должны быть очень внимательны отношения с этим будущим это потребует пересмотра очень многих явлений связанных в первую очередь с образованием потом для меня особенно ценно выступать такой аудитории которая занимается современным научно-техническим образованием потому что в ваших руках это находится но не менее существенно научиться также мыслить в отношении этих процессов с позиции вот гуманитарно социальных наук к сожалению они находятся еще до Коперниковой эры это описательная наука и осложненная терминология своей собственной которая мало кому понятна бессмысленными спорами о значении этой терминологии отсутствием численных критерий за исключением статистики этот анекдот насчет Суворова показывает вам как надо относиться к исторической статистики это не единичный случай поэтому вот сейчас нужно думать о том как ковырять чуть дальше следующую кривую которую я вам покажу это как вообще вписывается в современную современную жизнь фундаментальная наука прикладная наука и производство в общем о чем вы наверное здесь много думали о чем вы обсуждали эти проблемы и она вот показана вот этой схеме которую я считаю что на это дело объясняет вот у вас корпус фундаментальный наука почему-то строка скидка это прикладная наука это производство это временной фактор крупные теории влияют на сто лет в начале этого прошлого века квантовая механика была абстрактной малопонятной главой теоретической физики сейчас это инструмент инженера он конструирует полупроводниковые приборы и другие всякие устройства но это заняло сто лет чтобы это ментальная наука через прикладную наука превратилась в современное производство хорошо организованное производство за год может изменить свой профиль так было во время войны когда наша промышленность должна была практически мгновенно перейти от производства сковородок к производству танков или любых других устройств очень поучительный переход деньги средства которыми можно все измерить мало что можно понять а деньги на фундаментальную наука это одна условная единица как будто условная единица доллар рубли это не важно 10 раз больше идет на прикладную науку и в 100 раз больше по сравнению с фундаментальной наукой идет на производство пропорции которые я повторяю рассматривал в таком логарифическом смысле порядке величин важных и самое главное это последнее мотивы мотивы познания это лежит в основе фундаментальной науки это тот инстинкт о котором я вам говорил чем мы отличаемся от животных мы хотим знать кошки привезти ее в новое место мы первую очередь будет опихивать это место она не будет интересоваться вами собаки наоборот будут интересоваться людьми которые ее окружают она нам подражает в этом отношении а кошки кошки они живут сами у себя и но мотивы познания вот это есть главное что лежит что мотивирует людей что управляет поведением ученых не денег мне приходилось слышать вы наверное слышали слова о легах мы заплатили миллионы вместо тех тысячи которые они сейчас получают они нам все сделают и выдумают неподмокаемые порох или что мы велимся делать никогда в жизни это не будет ученые движутся внутренне своими силами они движутся в неизвестное но надо дать им эту возможность и доверять им в этом деле самое существенное это грубо говоря то что мы пытаемся объяснить в наших передачах доверяйте ученым в первую очередь доверяйте науке они лучше знают что делать чем все эти эксперты наемные или ненаемные бюрократы которые тем более управленцы люди которые будут управлять похоронами но не развитием я убежден абсолютно крупные управленцы никогда не вмешивались в научный процесс возьмите людей которые возглавляли нашу атомную промышленность или наши другие промышленности где у нас были достигнуты существенные успехи и не только у нас но и во всем мире ну прикладная наука опирается на пользу даже изобретение атомной бомбы считалось полезной деятельностью в рамках какой-то действительности ну а экономика это развитие доход который затем мог уже циркулировать в этой системе подкармливать фундаментальную прикладную науку вот эта схема которая мне кажется позволяет понять числа и взаимосвязи в этой системе и связующим элементом есть система образования поэтому фундаментальная наука должна через образование влиять на процесс инновации через образование влиять на тот корпус людей которые осуществляют прикладную науку или затем внедряют эту прикладную науку в производство непосредственно внедрение фундаментальной науке в производство это не происходит некоторые люди способны это делать а некоторые не способны их не интересует ни деньги ни доход их интересует познание это важнейшее свойство настоящих ученых кто их отличает а мотивы которые лежат глубоко в природе человека и мы такими и родились кстати вот эта проблема сознания возникновения сознания роль языка в сознании как инструментом двойного оно во-первых язык наш у него процессора который так или иначе осмысливает то что происходит язык в обычном смысле это как система обращает мы очень мало понимаем эти вещи одна из самых интересных и самых фундаментальных проблем современной науки мы очень мало и медленно продвигаемся в этой области но она есть и тем что происходит вот я говорю прикладной науку в этом смысле ориентирована на практические результаты их можно как-то консифицировать измерить рублем выходом публикации чем хотите а определение которое дает познание оно является ключевым в природе человека и в природе всего того процесса который мы делаем вот американский историк есть такой фукоям довольно любопытная фигура такая полуяпонская полуамериканская суть его фамилии я с ним встречался довольно поверхностного мышления человека но иногда были неплохие прозрения неспособность понять что корни экономического поведения лежат в области сознания приводит к общей ошибке приписывать материальные причины явлений которые в своей основе принадлежат области духа это так высокопарно немножко сказано но то что я вам объясню это природа человека реализуется познание мира но это Аристотель сказал а не фукояма вот это основные выводы которые я могу сказать здесь я повторю настоящее время проходит через критическую эпоху эпоху демографической революции демограф очень не любит это слово революция я не знаю почему это незамненно самое крупное изменение роста и развития человечества за всю его нашу историю и приводящие в обществе на уровне личности к стрессу нарушению связи между поколениями осознанию человека свои места в жизни потенем числа детей на одном женщине грубо говоря в развитых странах сейчас на одну женщину ей не хватает одного ребенка в России это сейчас 1,3 ребенка на человека на женщину для воспроизводства населения требуется 2,15 так утверждают демографы и мы к сожалению не видим критерии этого дела и это не связано с материальным уровнем в Америке поддерживает свой рост населения за счет миграции и за счет повышенного коэффициента рождаемости у черного населения этой страны развитая белая Америка не расиста но не размножается это факт то же самое и в нашей стране мы в этом смысле как ни странно не выбиваемся из этой общей картины наоборот страны например юга Европы при всей своей отсталости по сравнению с северами они имеют коэффициент для Италии это 1,1 для Испании 1,15 украина 1,09 вот это все цифры с которыми мы в этом смысле благодаря разнообразию нашего этнического состава и того что для нашей страны наши локальные проблемы имеют очень похожие свойства с глобальными проблемами почему для нас важно понимание глобальных проблем что глобальные проблемы можно применить и методику их познания можно применить к сути нашей страны что уникальные страны в силу разнообразия географических экономических исторических и этнических условий нашей страны в этом отношении я говорю мы в этом существует такая субглобальная единица это не частная составляющая как большинство других стран которая монокультурная известная планета тоже проблема для нашей страны очень существенная это придает ей я думаю особое положение в мире и одновременно осложняет управление такой системой и понимание вот это то что мне хотелось вам сказать в подведенное мне время проблемы эти очень существенные и их нужно обсуждать к сожалению у нас проматные средства материальные духовные научные тратятся на космологию в том чтобы разобраться что происходит в далеких галактиках там происходит необыкновенная вещь казалось что мы не учитываем 90 процентов материи которые существуют в мире она не вписывалась в те уравнения которые казалось бы описывают поведение мира в целом как мы его наблюдаем там свои как говорится тараканы завелись которые очень сильно изменились буквально за последние годы это отмечено нобелевских нобелевских тренинг картину окружающую нас а вот эти проблемы которые в каком-то смысле изоморфны к поведению глобальной космологической картины там начинаете с особенностей затем развивается мы наоборот движемся к нашей особенности в результате самоорганизации к особенности вот этого демографического взрыва последствия которых я пытался вам сегодня объяснить показать как это влияет на нашу жизнь в целом очень мало этим занимаются хотя здесь есть несомненно место для нового мышления в области социальных наук качественного анализа нового языка которому нужно научиться что это будет язык нелинейного мира который кстати в значительном мире было развить ученым из вашего города и ваших университетов и институтов с другой стороны это мир который сейчас требует такого качественного нового количественного объяснения вопрос фруктуации вопрос конденсации города и села распределения которые мы имеем дело вот в какой степени вот эта чудовищная неравномерность которая нарастает по мере развития экономисты говорили наоборот что развитие особенно рыночной экономики будут сглаживаться неравномерности они наоборот возрастают прямое призвольниче фактов это можно заболтать с такими разговорами гуманитарные новости не преуспели в этом деле но счастье не в этом стремимся к какому-то более глубокому пониманию сейчас можно писать печатать и говорить о чем угодно критерии истины я не знаю что лучше цензура которая все запрещает и безудержная болтовня которая все разрешает обе правильности не ведут к познанию истины нужны какие-то новые средства новые способы организации нашего мышления в этой области начиная с образования начиная с взаимного уважения взаимопонимания людей потому что мир в котором мы живем один синий некуда с ним во всяком случае здесь включение радиоастрономии у нас нет другой связи с иными мирами это односторонняя связь как вы знаете но по-моему на нашей земле достаточно проблем для такой науки к сожалению мы ее не видим я думаю что это большой упрек который можно сейчас поставить перед науками как общественными так и естественными тут зависит от взаимопонимания этих двух ветерей нашего опознания я вот вынужден обстоятельствами когда все условия для нормальной нарушенной работы рухнули у нас 20 лет тому назад я занялся этой проблемой и вот решил вам рассказать чем я занимался компьютер которым я пользовался стоил 20 лет назад 40 долларов он мог умножать делить множество и пользоваться тригономизическими функциями это где меня было это где-то